Всем привет братва! Сижу я вчера и думаю на какую тему провести стримчик. Думал-думал и решил провести некий такой информационный стрим наподобие стрим-гайд, где я буду бегать и комментировать свои действия, рассказывать как поступить в той или иной ситуации, где нужно так поступить, где так, почему я сделал так, а не так. Короче, вы меня поняли. Вот, но стримчик, конечно, получился такой, там где-то часа два, наверное, побегал, порассказывал, потому что потом просто у меня закончилась информация в моей голове. Вот. Катка была на берегу, довольно-таки хорошая в плане информации. Килы тоже были, но информационно прям очень полезная катка, я думаю, будет для вас. Кто много играет берег, очень, наверное, много себе там подчеркнет еще. Хотя, кто, наверное, слишком многого играет, так все это знают. Кто хочет, скажем так, научиться хорошо играть берег, я думаю, вы много себе подчеркнете из этого видоса. Вот. Так что, приятного вам просмотра. Обязательно, ребят, еще напишите, на какие темы вы бы хотели тоже видеть стримчики. На какую тематику можно провести, там, допустим, какие-то рейды с какими-то пушками, еще что-то. Обязательно почитаю. Как вы видели, я все комментарии стараюсь читать. И кому-то отвечу, там, и тому подобное. Вот. Просто хотелось бы видеть, что вы хотите именно видеть на стримах. Какой контент вам интересен. Но не пук. Все, ребят, приятного вам просмотра, не буду задерживать. Разваливайте всех жестко. Так, а вот у нас как раз-таки второй топовый респ на западку. Это около богатых, около этого сарая разбитого. Вот они примерно плюс-минус одинаковые вот с тем вас болотом с прошлого рейда. Здесь тоже частенько ботики спаунятся. Желательно по ним тоже не стрелять, не палиться лишний раз, чтобы о вас не знали. Другие респы. И тут может быть санитар, тоже аккуратно надо пробегать. Да, и тут санитар, походу. Давай, мати! Иди нахрен. Ненавижу этих ботов тупых. Вот сейчас они мне нехило так подруинили. Если слева от меня, я и тайминги просрал. Все. И по идее слева вот челы у меня могут быть. И меня уже могут ждать. Если там какие-то грамотные типы, они могут идти и уже фокусить вот в сторону полностью, потому что по мне очень плотно стреляли сейчас. И это все слышали. Нет, какали у него вроде не было. Вот тут на подходе я могу сейчас. Восточки у нас хе-шки какие-то. Хе-шки по ощущениям были где-то у восточки со стороны верта. И опять санитар по кому-то лупит. Название материнской платы я не помню, бро. Не помню. Ну, короче, там санитар опять кого-то пьёхает. Вот чё-то фулл тишина, а гол сразу в админку. Опять же, зашли в помещение, слушаем. Потому что здесь звук коряво работает. Восточки бегают. Если внутри кто-то будет ходить, например, а вы будете на улице рядом прям под стенкой стоять, вы его не услышите, пока не зайдёте внутрь. Если вы зайдёте внутрь, вы его услышите. То есть вот здесь такой всратый немного звук. Плохо. В подвал убежал, чувак. Сидит впереди, ждёт. Походу, он вообще убежал. Ну, лайки. Вот этот чел очень поздно здесь оказался. Он, скорее всего, с какого-то дальнего респа. Со стороны тамошки, наверное, решил всё оббегать и в админку прийти. Потому что тут его, ну, в принципе, не должно быть на таких таймингах. Это очень поздний тайминг. Старков — это, короче, игра таймингов. Игра. Ну, именно вот начальные. Начало в катке — это всегда респы тайминги, которые релеют. А потом уже дальше идёт знание, скилл там и стрельба. Привет. Сейчас смотрел, как ты обобретил отряд бобров-кемпедристов на Чупе. Годно, годно ничего сказать. Спасибо об этом, спасибо. Удачных каток и хорошего стрима. Спасибо, братуха, тебе тоже вечер хорошо. Вот сейчас опасно, на самом деле, идти. Потому что он выбежал и убежал куда-то вот туда, обратно, в свою сторону. Он сейчас, может быть, вообще ходит где. То есть под забором именно. Сейчас я когда буду перебегать, он может по мне начать стрелять. Почему могу сейчас в бутере оказаться? У меня есть подозрение, что он залез на кемперский камень. Но я его там не вижу. Вот на этот камень мог залезть. Но его там вроде нету. Возможно, он вообще убежал. Все, тогда идем. Это плохо. Ладно, бежим. Зашли, встали, плюс-минус в сейфе и слушаем сразу типов. Стекла все побиты. Здесь был файт и гранаты рвались. Вот как раз-таки отсюда принимали типов с вертолета. То, о чем я вначале говорил. Тайминги еще ранние. По идее, они не должны были еще уйти. Они скорее всего еще восточные. Хотелось бы передать Рома спасибо за подписку. Кстати, мой ник раньше был какафония. Но я потерял аккаунт, и поэтому я теперь с таким. Читается он, кстати, какафония. Спасибо тебе за стримы. Очень приятно смотреть с момента прихода на Twitch. Спасибо, братик. Опа, надо мной, чувак. Подсобьте надо мной. Могу пробовать убивать. Как ты сдолбал, чувак. 500 IQ мув делаем. Он уже убежал. Сзади идет. Сразу после файта смотрим грудь, оцениваем травмы свои. Смотрим грудь. Грудь целая, значит и тг-шку можно не юзать. Если бы он меня сильно-сильно разбил, я бы вообще весь красный был. Я бы заюзал тг-шку, потому что я же не знаю сколько их. Может быть еще один чувак, и мне нужно срочно отхилиться. Но так как грудь, голова не сильно пострадали, это самые важные органы, куда вас могут увидеть. То не страшно. Вообще, в время файтов, если есть время... Ой, что я делаю? Можно просто, допустим, у вас нету ноги, там руки, ноги пробитые, там переломанные. Самое главное, хилить и грудь до фула. Просто аптеку перетаскивать, отхилили грудь, хоп, отхилили башку, перетащили. И все, и вы фулл хп. И все, вы можете идти опять файтиться. Да, у вас типа конечности черные, вас туда сильнее будут дамажить, но у вас зато грудь фуловая, голова фуловая, вас туда чел не ваншотнет. Поэтому во время файтов либо тг-шку вкалываете, либо если есть побольше времени, грудь, башку отхилили и пошли дальше, если не сильно душат. Пулями голову отхилил, да. Все, уже заговариваюсь. Он может быть не один. Потом же опять, если вам нужно какую-то конечность дохилить, опять, ну вот эти, живот, ноги вот эти по 3 хп, это можно не дохиливать, это не особо важно. Желательно, вот говорю, голова, грудь, чтобы всегда были фулл. Дозер, спасибо, братик. Тебе спасибо большое за донат. Спасибо, бро. И какафоня. Спасибо, братишка. Вот. Спасибо, ребят. Чтобы быстро отхилить, допустим, у груди не хватает, ну там, хп 10. Это тоже, по идее, критично, потому что может после файта остаться 1 хп у груди, там, 2 хп. И оно у вас просто вытечет. И допустим, что я сейчас хилю грудь, вы просто хоп, он делает 1 прокрут, и просто отменяете, чтобы не ждать целый этот. Вот смотрите, допустим, я сейчас ничего не буду отменять, отхилю вот эти 3 хп. Как он долго будет их хилить. Долговато, да? А сейчас с отменой отхилю. Просто он делает 1 прокрут и отменяете ЛКМом. Все, нога фуловая, и время сэкономлено. Все, мы полностью боевые опять. Я слышал каких-то типов там опять. Все время, когда хилитесь, все время нужно собирать какую-то инфу. То есть вы сидите просто и слушаете, что вокруг происходит. Опять же, если сидите на третьем этаже, надо не сидеть, а лежать, чтобы вы слышали под собой типов. Чтобы во время хила, докидывания патронов, вы понимали, что происходит снизу. Потому что если вы будете сидеть, вы не услышите ничего под собой. Если вы сидите на первом этаже, тогда наоборот нужно сидеть. Или даже стоять, чтобы над собой услышать. Если будете лежать, вы над собой будете блок слышать. Вот, такие дела. Так, бейсбол закончился. Обновляем. Блс херни не скажет, да. Я слышал, как по корпусу стрелял какой-то снайпер. Это, скорее всего, тот же самый чел, которого мы видели у админки. И он по кому-то стрелял у нас в корпусе. То ли по ботам, то ли по типам, которые могли перебегать с западки, например. Короче, инфы сейчас у нас не особо много, чтобы выстроить какую-то себе эту картину происходящего. Знаем только одно, что лучше окон не тусоваться, потому что там может быть чел. Бегают. Кстати, даму, передано тебе, получается, хочу стать веселой пипегой. Какофоня. Спасибо, братишки. Спасибо. От души, братан. От души. Вот опять. Мы кого-то слышали? Я слышу, кто-то ходит. Крадется. Можем лечь, послушать. Подо мной в дереве. Это подо мной комната-подсобка. Убили. Сразу дальше слушаем, потому что если у него тиммейт, если у него фул камень, сразу побежит что-то действовать на размен. Ну. Сразу пойдет на размен играть. Поэтому мы сразу прислушиваемся, чтобы понять, есть у него тиммейт или нет. Вроде тихо, можно полутать, значит. Юзаем сразу его ТВ-шку для увеличения слотов. Мы больше могли перетаскивать. Но опять же, если у вас мало силы, то лучше так не делать. У вас от этих броников сразу будет перегруз лютый. Проверяем патроны сразу. 855. Я такие не юзаю. Вообще патроны хорошие, но предтоповые. Но я такими не бегаю, поэтому я их просто забрасываю. Были бы девятки, я бы их оставил. Просто даже разряжать, наверное, не стал, чтобы времени тратить. Прямо с магазинами его. Синий лазер. Синий лазер это полная хрень. Вообще никогда его не юзайте. Выключаем его сразу. Проверяем, что у нас здесь заряжено. Тоже пятерки. Чтобы понимать, есть у нас ган. Если вдруг высажки резко патроны закончат, нас будут давить, мы должны понимать, есть у нас второй ган про запас или нет. Что здесь заряжено, мы тоже должны понимать. Вот. Синий лазер не вязаем, потому что он очень сильно палится. Очень точку сильно видно. Ну, сами видели, когда я с верхним пайтился. И когда тебя чел, допустим, стоит, ждет. Вот, допустим, я буду ждать типа, который пойдет с лестницы. Вот так, например, да? И он тупо увидит вот эту точку синюю на стене и просто выйдет, и префа мне лицо сразу сломает. Просто на префайре. Поэтому такой лазер никогда не юзайте. Юзайте тактические блоки и включайте ЭК-лазер. Он также убирает отдачу, просто без точки будет. Неделю назад наткнулся на твой канал. В Тарков никогда не играл и желания не было. Теперь желание поиграть в твои стримы залипаю каждый вечер. I'm not human. Спасибо, братуха. Спасибо за досуг. Да, не за что. Тебе спасибо, что смотришь. Вообще, ребят, всем огромное спасибо, что смотрите, поддерживаете. Очень-очень приятно. Столок, смотри, там чел. Так это, которого я убил. Мне же надо его полутать. Вот эти тоже кучи мусора, ребят. Я кого-то что-то слышал сейчас. Вдалеке как будто. Куча вот этих мусора именно в санатории. Они багнутые. Кто не знал, их можно юзать для раскидки дропа своего. Просто в них кидаете, допустим, хопа, и ваша шмотка в текстуру проваливается, и... И все. Да блин, я все хочу этого полутать. Только к нему подбегаю, и до нас прилетает. Передаю за билетик. Диман, спасибо, да, семинарчик. Вот здесь опасно лутать, потому что с западки может кто-то прочекать этот коридор. Но на таких таймингах там уже, скорее всего, никого не будет. Тайминги уже очень поздние. Уже прошло 17 минут с начала катки. Думаю, можно и полутать. Забираем его калаш. Кила, кстати. Киловский броник. Так, отмена тогда с этой фигней. Выбрасываем, берем килл его. МП-5 хорошее на новых патронах. А тут не новые. А, это там, значит, новые только были у меня и мистер дел. Птичку обновляем. Берем это. А, слышали кусты? Сада. Челы вряд ли так будут ходить. Это, скорее всего, бот. Там обычно ходят боты по этим кустам. И вот, слышите, он сразу на меня заагрился. Это бот. Нифига он куда встал. Это, я думаю, можно разрядить, потому что он весь почти его выстрелил. Там, наверное, ничего не осталось. 10 патронов. Ладно, заберем. Так. И Сашку докидываем. Броник мы свой как раз-таки сейчас переоденем. Килл на 39 хп маловато, конечно. Но, я думаю, нам хватит. Вспоминаем про эти кучи. Оп, туда броник дропаем, чужой одеваем. Тот нам потом по страховке вернется. Тут все уже пролутано, как я и говорил. Этот чел тут все залутал уже. Да, и 110-ю тоже. Тема вот с этим шкафом, короче. Тоже. Я уже показывал, но покажу еще раз, раз у нас сегодня вечер гайдов. Даже моменты уже были на стримах, когда я этим пользовался. Вот с этих бочек недавно был момент. Отсюда тоже убивал. Допустим, вы знаете, что вас контролить может чел либо с этого окна, либо отсюда, либо где-то здесь может сидеть. Ну, короче, в этой части коридора. И контроль едва просто ждет. Вы разбегаетесь и когда подбежите в упор к скамейке, просто прыгаете. Тем самым вы резко запрыгиваете на спинку и сразу как вкопанный встаете. И сразу хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, убили кого надо. Почекали эту фигню. Короче, чел просто не ожидает и умирает скорее всего. Потому что он сидит как-нибудь вот так, смотрит вот так, что-нибудь. Тут голова просто появляется и убивает его сразу. 7н31, это топовые патроны на девятых. Еще хотел сказать спасибо, что несмотря на все время, что я тебя смотрю, ты все равно читал мои сообщения в чате. Чатик у тебя, кстати, приятный и приняли тогда меня хорошо. И других ты тоже читал и отвечал даже, когда горел. Лавина витамина. Как я понял, спасибо. Спасибо, брату. И также это в обратку работает. Допустим, вы тут что-то полутались, поделали, слышите, что оттуда идут типы. Либо еще какая-нибудь такая ситуация схожая. Просто прыгайте на эту бочку и чекайте типов. Садиться нельзя, потому что вы потом встать не сможете. Короче, нужно именно прыгнуть и стоя стрелять. Прыгать надо на краешек, потому что если будете вот сюда прыгать, вот чел отсюда, который спотает, может вас убить. Оба на краешек залетели. И чекайте типов. Вчера на стриме был момент, я был вот здесь, стрелял со степами. Они меня зажали и контролили, короче, один тут, один тут стояли вдвоем. Я просто вот так резко за шкаф убежал и сделал вид, что убежал. Чуть-чуть подождал. Они побежали меня пушить, я запрыгнул на бочке и убил, короче. Нормальная тема, короче. С этими шкафами тоже. Можно юзать. Третий этаж не лутан. Третий этаж не лутан. Очень важно знать еще обвесы, цену обвесов, потому что некоторые топовые обвесы, либо просто которые нужны по квестам, у механика по сборкам, они стоят очень до хрена. Вот эту фигню можно продать тысяч за сорок. Насколько я помню. Вот эту комнату тоже мало кто лутает, не знаю почему. Подсобку. Я в прошлом вайпе сам о ней не знал. И здесь частенько, здесь, короче, всякая химия спавнится. Здесь частенько бывает масло, там, потом смазка оружейная. Вот эта вся фигня тут может быть, кордура, вот это все, что ищите. То есть, короче, подсобка, которую почему-то никто не лутает. Здесь очень жирный лут иногда бывает. Мозги в банке. Мозги в банке тут, по-моему, не могут быть. Ну, это кофе лупы. Ну, цепочка в ухе. С пиццом как для гайда, чтобы показать, где может быть лут. Хе-хе. Челик не успел третий этаж пролутать, но я тоже не буду уже каткой. И так уже что-то затянулось, никого тут нету. Мне вот еще интересно, вот этот чел, который был на первом этаже, это тот чел, которого я убил, ну, точнее, не убил, а с которым стрелялся около админки, или это не он. Он очень на него похож. По шмоткам. Потом, вот эти цветки тоже можно использовать под маленькие предметы. какую-нибудь оружку, шлем, например, то есть, как и эти, просто дропайте туда. Ну, как с мешками мусорными. Оп, он туда закатывается, и хе-хе, вот он никто не найдет никакой в жизни. Тоже места такие для раскидки нормальные. И что, обратно забираем, место у нас освободилось, и чатик подсказывает, да, надо забрать этот. Вот эту штуку. Блин, а по 5 брать, не брать, я не знаю, даже на самом деле. Вот это крепление с двумя лазерами можно взять, в принципе, будет нормально, наверное, стоить. Это заберем. Саму МП5 не буду брать, не хочу. Опять уже катка очень долго идет. На таких таймингах, скорее всего, никого уже нету вообще здесь. Ну, максимум про западку у нас инфы нету. Админку мы бы, скорее всего, услышали. Вот. Учитывая, что у меня еще восприятие на полную прокачано, я слышу очень далеко. Я никого там не слышал, скорее всего, никого нету, поэтому можно рискнуть, просто пойти пешком. Не бежать, а именно пойти пешком, потому что если побежите, вас хорошо прям слышно будет. Можно спокойненько перейти, если есть инфа, что в админке никого нету, скорее всего. Опять же, перешли. Встали, слушаем. Просто стоим чуть-чуть в ПК и собираем инфу. Топнет кто-то, не топнет, там двери какие-то откроются, может. Ну, тут даже, походу, не лутано. Двести пятый тоже вот здесь спавнится ледокс, кто не знал, вот на этом месте. Но не в этот раз. Опа, вот это уже интересно. Ммм, а что это может быть? Вот здесь тоже говорят, красная карта спавнится, не знаю, правда-неправда на газете. Уже чекаю постоянно, но пока не находил. Справа бегает кто-то. В админке. В админке бегает тип. Можно лечь послушать первый этаж. В первом вроде как тишина. Теперь у нас есть инфа, что в админке есть чел. Можем попробовать как-то его пикнуть аккуратненько. Не слышу вообще. Мог убежать на самом деле. Может быть челобот, уже очень поздние тайминги. Челоботы в 35 минут на берегу спавнятся, плюс-минус. Возможно, челобот бегает какой-то. По железу. По железной лестнице поднялся на этот. На крышу. С крыши сейчас пойдет скорее всего в этот. Попробуем на опережение сыграть. С крыши пойдет он скорее всего на третий этаж спускаться. Опять же перебежали, слушаем чуть-чуть. Ничего не слышим, идем дальше. Мы уже проигрываем по таймингам. Он уже может спускаться, поэтому аккуратно идем. Не сломя голову. Над со мной, слышу. Убиваю. Чувака. Он очень медленно все делал. Опять же, я на опережение успел сыграть. Чел очень медленный. Он, возможно, на крыше стоял. Что-то там почекал, короче, еще. Вместо того, чтобы нормально залететь, как-то занять позицию, он, короче, просрал все тайминги, и я его опередил. Решает, говорю, очень знание карты. Читка соперников, чтобы ты понимал, что он может сделать. И от этого уже играть. Ну, типа, чел на таких таймингах поднимается на крышу. Что он там может делать? Раз уже прошло полчаса, он либо будет сидеть там и фк, что-то кемпить, либо пойдет по своего и типа с третьего этажа спускаться. Что он и сделал. Чел с эмкой. Вот это вот тот делал. Чел, кстати. Так, как будто еще что-то слышал. Возможно, бота какого-то. Дверь на закрываем, на всякий. Запомните, когда он в Тарк, и что-то кажется, значит, не кажется. Значит, есть какой-то чел. Но не факт, конечно. Можно лечь послушать первый этаж опять. Потому что мы все это время играли со второго этажа. Я по перетяжке сюда пошел, пошел по второму. По первому этажу у нас вообще инфы нету, поэтому нужно лечь послушать первый этаж. Никого не слышно. Можно выйти чекнуть еще на всякий пожарный. Не слышу на втором. Это первый этаж, значит. Это бот. Я его и слышал, значит. Всегда бегайте под бейсболом. Всегда. Не экономьте его. Потому что в файте это может зарешать, чтобы нормально регрупнуть, еще что-то. Если вы будете без бейсбола, вам могут выбить вначале ноги, потому что челы в последнее время очень кривые играют. Стреляют по рукам, по ногам, но никак не в голову. Они могут просто выбить вам ноги, и вы не сможете бежать без бейсбола. И дальше вас уже как статую расстреляют просто. Так, ладно, забираем этого чела. А, этого у него дарка. Я думал, это М-ка. Блин, с дарками я не бегаю, а дарку сразу смело разбираем. Единственное, здесь обвесы плюс-минус хорошие, цевьё хорошее. Приклад предтоповый на отдачу, но можно, в принципе, взять, я думаю, тоже пофиг. Все равно сейчас мы уже пойдем на выход. 53-й уровень. Ну вот это он, скорее всего. Вот это тот чел, который был в админке. Вот этот стопудовый. Опять же проверяем патроны. У него вообще мусор какой-то. 855-й вообще. На патронах никогда нельзя экономить. Никогда вообще. Нужно юзать хотя бы предтоповые. Если не топовые, то предтоповые. Будете экономить на патронах, будете постоянно умирать. А у врага вот такие будут дырочки. Вот такие взобралов. Вы будете мертвы, а у типа будут дырков взобрали всего лишь. Так, выход у нас на... А, у нас выход на тамошки. А, да, я же западку вообще не лутал. Я сразу сюда перебежал. Так, ну блин, раз мы играем... Вот мне типа лут особо не нужен. Я бы играл чисто на файты, я бы уже пошел на выход. Потому что здесь уже никого не будет вообще в таймингах. Максимум челобот какой-то залетый. Патрончики докинуть. И... Ну, если играть на лут, то, конечно, нужно... Нельзя оставлять западку. Нужно идти ее лутать. По-любому. Плюс-минус мы понимаем, что вряд ли здесь какой-то ЧВК будет уже. Максимум челобот может какой-нибудь перейти в западку. Также аккуратненько переходим. По западке у нас инфы уже нету. Потому что давно отсюда перешли. И здесь уже могут быть люди. Опять же, переходим аккуратно и слушаем. Чекнул одну пачку патриков. Может, у нее 925-е? Не-не-не. Не путь такого. Чел играет с Адаркой в третьем бронике. Ребята, откуда у нее 925-е? Там по внешнему виду понятно, что у нее не будет 925-е. Он на дозарядку взял 855-е. Обычные патроны вообще. Пластилин. Это тоже нужно. Типа по внешнему виду нужно понимать. Будет у чела что-то топовое, не будет. Там можно сразу определить, бомж он или нет. Чекаем быстрый выход. Быстрый есть. Поэтому пойдем через быстрый бомб уходить. И это нам на руку. Обязательно вот эти кусты, когда заходите, чекайте вот эти кусты. Сейчас уже давно не видел, но в начале вайпа всегда сидят крысы, у которых нету ключей. И вот здесь типа сидят просто в клумбах типа с пистолетами. Вы начинаете открывать, а он вам в затылок стреляет. Просто вот так будет сидеть в клумбе ЧЛФК, короче. И вы его не увидите, если не обратите на это внимание. Вот здесь многие спрашивали, где крисало спавнится. Очень часто вот здесь оно бывает. Очень часто. Прямо 301. Так, еще раз скажу, как чекать быстрый. Сейчас еще возьмем. Вот в таких больших ящиках зеленых лидоруб может заспавниться. Правда, шанс спавна очень-очень маленький. Но может. В прошлом вайпе, когда с Клозачем играли, он именно здесь нашел лидоруб. Именно в 301, именно в этом зеленом ящике. Так, еще раз скажу, как чекать быстрый. Короче, чтобы прочекать быстрый, у вас должна быть графика настроена. Детализация объектов на тройке должна быть. Если поставите на ноль, тогда у вас этот дым не видно будет. Видите, его нет. Ставите обратно тройку. Либо, если вы играете на минимальном фове, по-моему, если фов выкрутить, раньше работало, сейчас не знаю. Фов на минимум крутим. Видите, его тоже видно. То есть, либо фов нужно в минимум скручивать. Так как я играю не на минимальном, мне это не очень удобно. Так. Поэтому, так, ставим обратно, на котором играю 66. Сейчас тестируем новый фов. И на графике просто у меня всегда детализация стоит на тройке, чтобы всегда я мог видеть быстрый выход. Вот его опять видно. Идеально. Опять же, падаем, слушаем, потому что я давно нижние этажи не слушал. Может быть, какой-нибудь залетный тип. Вот здесь тоже позиция хорошая. Если слышите там типов, какие-нибудь ходят, лутаются, можете аккуратненько просто подойти, зазумиться и прямо в прицеле вот на этот ящик. Хоп. И сразу спотать типов. И пробовать ван-тапами убивать здесь их. Вот отсюда, с этого мешка, очень хорошо чекается все это. Ну, либо, если вас уже прижали, можете, хоп, сыграть на третий. И с дырки попробовать их как-то распекать. Может, у нас дырки такой сет. Вот не особо что-то видно. Опять же, вот здесь еще один ящик, где ледоруб может быть. Так, ну шо, ну шо, ну шо, ну шо еще показать-то вам. Колючки. Колючки можно перепрыгивать, можно просто обходить. Вот здесь можно пройти. Раз, прошел, все. Дэмэдж они мало наносят. Ту сторону вот здесь просто упираетесь и идете, и он просто проходит по ним. Можно перепрыгивать. Опять же, если у вас сила большая, я сейчас тоже недавно фишку эту узнал. Если у вас большая сила, и вы стукаетесь головой, видите, вот, забежите и стукаетесь башкой в потолок. Вы просто не можете нормально прыгать в санаторий. После прыжка нужно нажать Ctrl в полете, и тогда вы башкой не будете стукаться. И тем самым можно здесь просто эти колючки на изи пролетать вообще. Все. Еще эта тема, я, конечно, еще не пробовал, на практике не применялась, но можно... Например, челы очень часто слышат здесь кого-то, и садятся АФК крест-накрест как-нибудь. Вот здесь чел, например, и вот здесь чел. И просто ждут, когда к ним чел перепрыгнет. А как они ждут? Они ждут, типа, звук колючки и начинают действовать. Вы либо можете забайтить их как-то, колючки вот так походить и контролить их. Вдруг они пикнут. Либо наоборот, попробовать не шуметь и сыграть резко. На лицо прям залететь. Не получилось. Не всегда получается. То есть, делайте просто прыжок с контролом. Раз-раз-раз убили, второго убили, например. То есть, они... Ну, именно будут ждать, сидеть звук колючки. Они будут такие, немножко на расслабоне. И когда они его не услышат, они просто увидят вас уже в упоре и получат по голове. А это тоже может работать. Но, говорю, на практике не проверялось пока. Так, что тут интересного-то у нас? Да все, по идее, надо выход идти уже. По комнате-то чекаю. В этой комнате тоже спавнится красная карта, 218-й. Ну, это смежная комната, 218-я, 221-я и 200-я какая-то там, 23-я такая, 22-я. Три смежные комнаты. Я обычно покупаю вот этот ключ именно от 219-й. У, 218-й, потому что здесь вы начинаете открывать, выходит чел, вас бредит, здесь вы начинаете открывать, у вас тоже чел выходит, бредит. Здесь у вас кавер. Здесь вы за ящиком все это делаете, поэтому, если выбираете, какой ключ купить, покупайте 218. Вот здесь спавнится красная ключ-карта. медицина немного. Это такой уже получается какой-то гайд, больше по... по фишкам каким-то, по передвижениям. По луту я уже не объясняю, еще где лежит, потому что таких гайдов, я думаю, и так завались. Где челы бегают и тыкают пальцем, где что спавнится. 112-й, 104-й, синяя карта может заспавнится, но это все знают, наверное. Гайд обо всем на свете. Но не в этот раз, походу. Ну все, идем на выход. И опять же, еще одна фишка, которую недавно я тоже открыл для себя. Например, это работает как здесь, так и восточке. Здесь трансформаторная будка, а там подсобка. Подсобка такая кирпичная красная. На нее можно спрыгнуть. Допустим, вас зажали челы. Ну вы знаете, что забежали челы, вы с ними неудачно пострелялись, они где-то здесь окопались. Просто резко поднимаетесь на третий этаж. Здесь будка высокая, поэтому нужно прыгать с третьего этажа. И нужно сделать лонг джамп с контролом опять же, потому что если вы без контрола сделаете, вы ударитесь башкой и у вас ничего не получится. Делайте лонг джамп и нажимайте контрол, чтобы персонаж улетел на будку. Все, и принимайте типов и мувики, демки обеспечены. Точно так же можно запрыгнуть на подсобку около восточки. Только там нужно прыгать со второго этажа. Так, что еще? Я думаю, все, наверное, братцы полетели на выход. Что тут уже вроде все рассказал по санке. Опять же, вот когда бегаете, старайтесь игнорировать звук железа, звук кустов, потому что всю эту фигню слышно намного громче, чем обычный звук шагов. Старайтесь всю эту фигню как-то скипать по чуть-чуть. Лонг-джампы вроде будут убирать, но пока-то не убрали. Они один их раз пытались уже убрать, только им пришлось обнову откатывать обратно. Так что, коза уберут, они их не уберут. На самом деле зря, я бы это оставил, ну как, механику игры, почему нет? Скиллозависимая такая механика, как Банихоп в ХС-ке. Почему бы не оставить? Ну, вот что-то такое, ребят. Мини-мини-мини-гайдик по санаторию. Даже с тремя киллами. Убирает Банихоп, а Лонг-джамп останется. Так Лонг-джамп это и есть. Тут типа Банихоп, Лонг-джамп. Тут нету Банихопа. Тут Лонг-джамп. Ты просто спамишь, спамишь Лонг-джамп постоянно. И он прыгает, прыгает, прыгает далеко. Вот как-то так. Надеюсь, эта каточка была вам полезна. Блин, ну все, сейчас в санатории на гибаторы бегать будут. Что делаете? Спасибо. 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 Спасибо.